Так, друзья, новый парализатор. Потому что мой старый парализатор в Андрее. Я решил взять себе новый. Номер телефона по парализаторам оставлю под видео. Зовут его Саня, он сам их робит и сам продает. Цена 2000 гривен. Трошки подорожал. Испытываем новый парализатор. Так, тут получается 66 и 7 и 5 и меньше 48. Будем быть на 48. Вески у грамм сто восемь. Может больше. Ножичок вожу тут. Подальше его. Подальше его. Подальше его. Подальше его. Подальше его. Вот так. Сейчас я кину один задок на весы. Так, а ну, Виктория, покажи, что ноль. На весы кину задок. И, может кто из опытных скажет, сколько весов. 20 килограмм 515 грамм. Ну, это с галяшкой и сольцем. Сало. Сало из... Вот из задок уже разъярнулся. Тоненько. Так что, кто примерно, я думаю, какой вес. Бо я сглаживать не стал. Бо и ролик не снимал, я копаливал. Потому что не до этого. И, кстати, кто хочет смотреть продолжение. Под видео заходите там в синей шрифт. Нажимайте на эту ссылку и перейдете на это видео. И додивитесь до конца, как я параликом был. Ну, это кому интересно. В основном, кому не интересно, они переходят. Так, ну, что, погнали дальше. И насчет паралюзатора. Очень эффективно, легко и просто. По паралюзатору, кто думает брать, я вам скажу, Борит не пожалеется. Потому что, ну, действительно вещь хорошая. Бывала раньше, это еще до войны. Цена 1550, а сейчас 2000 гривен. Ну, оно понятно, время такое. Это, я думаю, много кто знает. Саня делает эти паралюзаторы. То есть, это очень хорошая штука. Я сам, вон, вырезали задки. Ось, место, где он входил. Ну, нормально вообще, отлично. На маленьком току хватило. Ну, а если уже здорова свиномадка, или там сам по себе здоровый, то, конечно, надо на здоровый току, потому что лучше, как лучше. Бо можно не взять. Ну, как возьмем, вот такой будет стоять. Не движимый, но будет стоять. Не так, что там не возьмем, что вы загнали, а он будет бегать. Не. Так само. Просто, что... Ножи остались только вот такой модификации. Тих изогнутой лезвия не мало уже. И не будет. Я тогда же сказал, что уже их не будет. Ну, есть другие. Кстати, часто спрашивают, как звонят за ножи, что типа, а если у вас маленькие ножи? Маленькие ножи такой же фирмы, и такое же качество. Долго у нас их не было, так скажу, есть. И сейчас даже покажу. Вот, типа, вот такие. Это тоже прислали показать. Вот такие. Трамантино, Бразилия. Это для дома. Картошка, мартошка, колбаска, бутербродики. Это трошки длиннейший вариант. А это... А это коротейший. Ну, это вообще такой... Ну, это как раньше, когда я помню, сейчас в детстве у нас дома такой был маленький. Мы картошку не чистили. Ну, а это такой вот. А для сравнения, оцей такой. Так что, кому маленький надо, уже появилось. Небагато, но есть. Тоже представитель позвонил, говорит, нате вам по три штучки. Оце, что запечатывал. И говорит, покажите, может кому надо. Так что, насчет ножов, таких и вот таких. И так же... И так же... И так же насчет мусаки. Вот раз, казали, вот он и показал мусат. Мусат надо обязательно. Две-три тушки подводить надо. Или даже... після одной тушки можно подвести пару раз. Как подводить, просила, покажу я. Если вы не умеете, так как я, не опытный, и вы таки сами, можете уперти просто так. На край стола, куда хотите. И на себе. Градус сделаете, 30 градусов. Вот так, потом наоборот. Потом вот так. Можете просто так. Раз, два, на себе вот так. Можете вот себе. Раз, два. Раз, два. Ну а я вообще буваю, так просто. Ну, рука набивается. Ви не думайте, вас тоже через пару месяцев вот так будете точить и будете казать, что все хорошо. Мусат – это не на пильню. Пив по ним не точить. Это для подводки ножей. Тут, э, напыление, я так понимаю, или хром, что-то такое. Мусат тоже есть. Фирма от Романтино, Бразилия. Звонить, потому что надо. Ну, и где новинка? Будет новинка. Ну, сказали, вроде бы в октябре. Будет новинка, я потом покажу, туда его все это положить. Будет новинка, я потом покажу новый ножик. Так, ну, вот и так. И вот я подвил, и все, работаю дальше. Мусат надо по любому, без мусата, ну, не те воно. Я тоже одновременно просто, ну, новый був, пользовался новым, а потом чувствую, что не те уже. Не так воно. И вот так, видишь, так само дома, не спеша, потихоньку, как я, как я, сами будете заниматься розделкой. Ну, откуда они спешить? Я с вами базикаю и свое дело делаю. Не спеша, потихоньку, без спешок, без фанатизма. Это мы убираем шиек сразу из отбивания. сразу из отбивания, потому что не надо. Вот так. Прикладем на бок. Вот так. Так, тут у нас трошки накапало, выпил. Где накапало? Ну, не знаю, как, не знаю, как быстро, как быстро. Я тоже все показал, ну, во-первых, как видео снимаешь, оно, ну, трошки не те, но все равно, напрягает, время забирает больше. А так, сейчас, тем более, дядьца не знаю, должен приехать с утра. Ну, оно не до видосов, чтоб полностью весь спросил. Только я буду более свободный и потом покажу вам уже конкретно, как я делаю от начала до кинца. Просто сейчас не та ситуация. Пожалуйста, весь процессик. И сюда его на охлажденку. Теперь следующий. вот так вот дурнушку сделаем, и начинаем дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем пока. Убираем вот эту дрову, держу, такая труба хорошая, ну а дальше уже топор не внима, топором уже до рога мысляем. Все, все вроде бы так разобрал, аккуратно все сглажив и быстро пошмоляю сало и все. Какая-то деревяшечка попала и начинаем. Пе-пе-пе-пе-пе, ну знаете, затки. Я особо так не выравниваю, чтобы красиво были края, так нарезаем и все. Кстати, насчет сала, уже похолодало, мы все время там отправляли, что хотим попробовать, чешу, отправляли новой почтой сало. Хоть так и тонко, хоть под череву, ну и мясо бывало отправляли, а литом мы не отправляли, пока жара была мы вообще не отправляли новой почтой. Поэтому, кому надо, звоните по своему же телефону, где и ножи, это моя жена Виктория, заказывайте, она вас запишет и будем в следующий раз убирать и вам отправим новой почтой. За сало лучше проплачуйте наперед. Бо еще кто-то не заберем, отправлено пропаде, но сами понимаете. То есть, заказы принимаются и за цену тоже так само звонить, спрашивайте цену и заказывайте. Ну, цена у нас не дорого, можно даже и сказать, да. Цена вот такая 80, ну вот такая 80, вот такая сало, 80, под черевок сейчас будем нарезать 100, 45, 145. Беляши его натуренько на запекание отдельно. Вот тут беляши его отдельно убираем. Вот это 80, по 80 гривен. Я знаю, сало по 200 гривен, по черевок. Ну, у нас такая цена. Це спина. Вот. Щас тут приезжать надо, щось попало. Обрезкой. Ой, спинка. Два куска. Оце тоже 80, да. Спина по 80. Внизу. Кантур. 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 После 120 килограмм начинаю нагонять трошки сальца. Вот поэтому и сальце вот таки. Трошки и сальце. Ну, вон и хорошо бы нас таки спрашивать. Ну, а теперь тяжелая артиллерия по череву. Це убираем сюда. Це убираем сюда. Ну, і щас покажу, яке. Калюто. хлоп. Калюто. Какого им mettre? Начинаем. Нам надо его поменьше куски и вот так начинаем плотать. Мы холодильник не включили, потому что дядя Саня варит сварку. Я его не включал, было погано, потом сварка тянута. Пока варит, думаю, хай, поэтому и не реже, и варит. Вот такие кусочки. Вот такой толстенький. То убираем в основном тоники, а це такий серьезный почерюк. Так, и вот это все свежее, грубо говоря, живее. Это, чтобы оно было подстившим в холодильнике. Резать проще. А так оно такое все, как желе. Ну, а что поделаешь? И его тоже так же самое. Вот такая получается, вот такие рулеты. Ну, хороший, толстый сантиметр, 5-6. Сейчас, если смотрится подписчик из Сосоновки, это видео, то, как и ждет. Видео ворот уже приехал. Так что. Так что. Так. 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 оставь так да бы не развяжется уже живы ну кубе его все есть любители забирайте ну всего так всем спасибо за внимание и всем пока